Друзья, на календаре 17 ноября, вторник, вы на канале про деньги и рынки, наступил новый день, у нас появились новые события, новости, которые необходимо нам с вами обсудить и понимать, что происходит. Но прежде чем начнем, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. Ну что ж, по итогам вчерашних торгов мы с вами увидели неплохой рост индекса S&P 500 практически на 1% чуть более. Индекс московской биржи у нас прибавил еще больше, практически на 1,8%, более 1,5% роста. Такие бумаги, например, как Газпром, Сбербанк, то есть наши основные голубые фишки вчера хорошо выросли. Обращаю ваше внимание, что вчера подрос практически чуть более чем на 3% компания Аэрофлот. Мы буквально вчера ее с вами обсудили. Но и в целом, конечно же, наблюдается определенный оптимизм на рынках. Индекс волатильности, так называемый индекс страха у нас показывает свое снижение, то есть в целом по мировым всем рынкам. Это говорит о том, что инвесторы постепенно начинают успокаиваться, постепенно начинают переходить уже в более, так сказать, разумную стезю. То есть потихонечку приобретать акции, увеличивать доли портфелей более рисковых активов. То есть инвесторы постепенно начинают уходить от защищенных активов, от падения, наоборот, уже в более рискованные. И есть, естественно, на то основания. Давайте их обсудим. И главное это основание, это опять очередная новость из-за рубежа о том, что компания Модерна, которая тоже разрабатывает вакцину, так вот она объявила о том, что ее экспериментальная вакцина тоже показывает очень хороший результат эффективности, более чем 94%. И, соответственно, вот эта новость, это еще, знаете, дополнительный такой стимул для того, чтобы в более рисковые активы уходить. То есть предполагается о том, что все-таки мы уже стоим близко уже к той черте, когда наконец-то появится вот это противоядие против COVID-19. Естественно, все это оценивается как будущий экономический рост инвесторами. Конечно же, потребление будет расти. Мы с вами будем видеть постепенно сокращение, снижение вот этих вот локдаунов. То есть экономическая активность в разных странах будет возрастать. И спрос у инвесторов будет расти именно на бумаге производственного сектора, сферы услуг. Например, такие как круизные компании, туристические компании, авиапромышленности компании, авиаперелеты. Вот буквально мы вчера говорили про аэрофлот. Ну и соответственно, конечно, все это будет может быть не сразу. Но я думаю, что 2021 год вот в этом смысле будет некоторым таким интересным. Поэтому в этом смысле, естественно, на этом мы с вами тоже должны неплохо заработать. Ну вот если конкретно мы с вами посмотрим дальше по рынку, то мы с вами видим хороший рост на нефть. Нефть марки Brent сейчас торгуется уже выше отметки 44 доллара за баррель. Также у нас неплохо подрастает нефть WTI. Российская валюта у нас вчера укрепилась. И укрепилась уже торгуется практически около отметки 76 рублей за американский доллар. Евро у нас тоже укрепляется. Точнее пара евро рубль. То есть рубль укрепляется по отношению к евро тоже на практически около полутора процентов. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что если мы с вами посмотрим на статистику Московской биржи, то мы с вами увидим, что короткие позиции вчера у профессионала были закрыты, а длинные наоборот открыты. То есть, конечно же, да, несмотря на то, что общий позитив у нас существует на рынках, все-таки не надо забывать, что наш рынок находится в некоторой рисковой зоне. Потому что все-таки мы не до конца не понимаем, кто все-таки будет президентом Соединенных Штатов Америки, кто будет хозяином Белого дома. Мы с вами знаем, что, например, предположительно, кто будет президентом, это Боджо Байден и вот этот человек, он крайне негативно относится к России, к российской экономике. Он много раз говорил о том, что будет вводить санкции, что необходимо устранить эту угрозу против Вашингтона. Поэтому эта тема уже давно обсуждена, поэтому не будем сейчас на ней зацикливаться. Друзья, у нас еще есть новости из мира инвестиций. Известный всему миру инвестор Уоррен Баффетт, его компания Бершер ТВ инвестировала в фармацевтические компании по итогам третьего квартала. То есть эта информация появилась у нас буквально-таки вот на днях. И обращаю ваше внимание, что за третий квартал текущего года компания инвестировала в четыре крупных фармацевтических компании. Эти компании, прошу прощения сразу за произношение, их название будет написано ниже под этим роликом. Так вот такие компании, как Эбвайф, Бристон, Майерс Сквеб, Мэрик и Пфайзер. То есть вот эти четыре компании, они сейчас в поле зрения Уоррена Баффетта. И здесь обращаем внимание в том числе и на компанию Пфайзер. То есть мы с вами знаем, что топ-менеджер продал крупный пакет акций Пфайзера. Вот мы с вами эту тему обсуждали. Было много вопросов, почему и зачем это было сделано. Но вот это действие Уоррена Баффетта, конечно же, полностью сейчас меняет всю ситуацию. Потому что Уоррен Баффет, он просто так инвестиции не совершает. Он просто так свои доллары не тратит. Естественно, он, вероятно, что-то знает. И здесь, конечно, я хотел еще обратить внимание, что Уоррен Баффет, тем не менее, еще и снизил долю в таких компаниях банковского сектора, как JP Morgan, Wells Fargo, PNC и M&T. То есть вот эти банки, сейчас доля этих банков в портфеле Уоррена Баффетта сократилась. И еще очень важно, что Уоррен Баффетт тоже сократил долю в компании Apple. То есть он немного сократил долю в компании Apple. Мы с вами знаем, что Apple это компания, в которую инвестирует Уоррен Баффетт еще 2016 года. Так вот, с 2016 года по практически сегодняшние дни прибыль от инвестиций в компанию Apple, конкретно Уоррена Баффетта, составила 223,5%. Вот вам, собственно говоря, и пожилой инвестор. Но в любом случае, конечно же, все эти действия, которые становятся достоянием общественности, я имею в виду действия Уоррена Баффетта, они, конечно, публикуются с определенным временным лагом. То есть мы с вами, конечно, эти новости получаем чуть позже, чем на самом деле все, что происходит. Мы, конечно, не знаем, что сейчас делает Уоррен Баффетт, что продает, что покупает. Поэтому мы с вами, конечно, эту информацию должны воспринимать для построения собственной инвестиционной стратегии. Но у нас все-таки, конечно, и должны быть свои мысли, свои знания, свое представление ситуации. Вот вчера мы с вами обсудили компанию, например, Аэрофлот. Я лично оцениваю эту компанию как перспективу к росту на ближайшие как минимум полгода вперед. То есть 2021 год это будет таким годом взлета, я думаю, всех рынков. И мы сами, возможно, будем видеть такой серьезный взлет компаний туристического сектора, компаний развлекательного сектора. То есть те, кто предлагает услуги в сфере туризма, отдыха и развлечений. Потому что эти компании сейчас находятся в наихудшей ситуации. То есть мы с вами понимаем, что весь 2020 год это практически убыточный год для таких компаний. Естественно, они будут восстанавливать свои позиции. И инвесторы, опережая их будущий рост, уже начинают потихонечку, помаленечку прикупать акции таких компаний для того, чтобы на этом заработать. Ну понятно, что риски еще остаются, но в любом случае небольшую долю процентов своего портфеля в таких компаниях необходимо, конечно, держать. Друзья, вот мы с вами, конечно, обсудили вот этот позитив. Мы с вами видим, что рынки растут и, в общем-то, перспектива, она вполне себе такая определенная. Я хотел бы еще обратить внимание вот на такие новости, которые мы с вами получили за последние сутки. Аналитики компании Citi предсказали обвал доллара на 20% в следующем году. Свои выводы, они, конечно, обосновывают тем, что появится, наконец-таки, вот вакцина, которая реально будет уже помогать обществу, помогать людям во всем мире. И мы, наконец-то, победим эту заразу под названием коронавирус. И, естественно, на этом фоне возрастет активность деловая и экономическая во всех странах. Инвесторы начнут распродавать защитные активы, то есть распродавать трейджеры американские. Переходить, естественно, будут в более рискованные активы, такие как акции. И, по мнению аналитиков от Citigroup, все эти инвесторы, конечно, пойдут на более развитые, развивающиеся рынки, то есть более рискованные, имеющие наибольшую перспективу роста. И вот по мнению, например, компании Citi, такими могут быть, как мексиканская PESO, такими валютами и рынками могут быть, в том числе, индийский рынок. Естественно, и рассматриваются как альтернатива и российский рынок. И более того, им вторят аналитики из другого финансового учреждения Goldman Sachs. А те говорят, что в 2021 году и вовсе рубль может быть лучшей валютой по доходности. То есть, в целом, как вот они пишут, валюты, развивающиеся стран, будут демонстрировать хорошие результаты. И, естественно, такие компании, точнее, такие валюты, как мексиканская PESO, южноафриканские RENDA и индийские RUPI по отношению к доллару будут иметь определенный рост. Вот, естественно, эти новости мы тоже должны с вами мониторить, понимать и воспринимать их как должное, и воспринимать их как факт. И мы с вами будем эту тему, конечно, мониторить. Если, но, если это но, это санкции. Если санкции не будут вводиться, если Джо Байден только ограничится своими только словами, то, конечно же, мы с вами можем видеть рост рынков, рост индексов и укрепление российского рубля, как последующее или как логическое продолжение роста этого рынка. Но, в любом случае, это вовсе не умаляет от покупок доллара, потому что риски всегда есть. На длинной дистанции доллар всегда растет по отношению к российскому рублю. Поэтому, любое укрепление российского рубля, рубля в целом и падение доллара, это лишь повод для того, чтобы усиливать позиции в долларовом кэше, так называемом, для того, чтобы свои портфели разбавлять и видеть определенную перспективу и в дальнейшие риски страховаться от них. Так, друзья, пока на утро все. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих обзорах.